Сочинение Евгения Баратынского. Эта запись Лебрифокс является общественным достоянием. Евгений Баратынский. Стихи 1828 года. Смерть. Подражание Ашенье. Под бурью судеб, унылый, часто я, Скучая тягостной неволей бытия, Нести ермо моё, утрачивая силу, Гляжу с отрадою на близкую могилу, Приветствую её, покой её люблю, И цепи отрести я сам себя молю. Но вскоре мнимая решимость позабыта, И томной слабости душа моя открыта. Страшна могила мне, и ближние, и друзья, Моё грядущее, и молодость моя, И обещание в груди сокрытой музы, Всё обольстительно скрепляет жизни узы. И далеко ищу, как жребий мой не строг, Я жить и бедствовать услужливый предлог. Деревня Люблю деревню я и лето, И говор вод, и тень дубров, И благовония цветов, Какой душе не мило это! Быть так, прощаю комаров, Но, признаюсь, пустыни житель, Покой пустынный в ней любя, Комар двоногий, гость мучитель, Нет, не прощаю я тебя. Старик Венок, сплетённый лелем, Не обновится никогда, Года, увенчанные хмелем, Ещё прекрасные года. Как ревностно ты сам себя дурачишь, На хлопоты вставая до звезды, Какой-нибудь да пакостью означишь Ты каждый день без цели, без нужды, Бессовестен и простодушен вкупе, Презрение и жалость ты родишь, Как за грехи толчёшь ты уголь в ступе, И только что лицо своё пылишь. Старательно мы наблюдаем свет, Старательно людей мы наблюдаем, И чудеса постигнуть уповаем, Какой же плод науки долгих лет, Что, наконец, подсмотрит очи зорки, Что, наконец, поймёт надменный ум На высоте всех опытов и дум, Что точный смысл народной поговорки. Мой дар убог, и голос мой негромок, Но я живу, и на земле моё Кому-нибудь любезно быть её. В стихах моих далёкий мой потомок, Узрит его, как знать, Душа моя окажется с душой его в сношении, И, как нашёл я друга в поколении, Читателя найду в потомстве я. Глупцы не чужды вдохновенья, Им так же пылкие мгновенья, Оно, как гением, дарит. Слетая с неба, все растения Равно весна живо творит. Что ж это сходство знаменует, Что им глупец приобретёт, Его капустой раздует, А лавром он не расцветёт. Не подражай, своеобразен гений, И собственным величием велик, Да ратов ли, шекспиров ли двойник, Досаден ты, не любит повторений. С Израилем певцу один закон, Да не творит себе кумира он. Когда тебя, Мицкевич вдохновенный, Я застаю у байроновых ног, Я думаю, поклоннику неженны, Восстань, восстань, и вспомни, сам ты бог. Бесёнок Слыхал я добрые друзья, Что наши прадеды в печали, Бывало, бесы призывали, Им подражаю в этом я. Но жажды к злату не имея, К себе не кличу, а смодея, Кому пожертвовал душой За деньги древний громобой. Узнайте, ласковый бесёнок Меня младенцем навещал, И колыбель мою качал Под шёпот лёгких бабосёнок. С тех пор я вышел из пелёнок, Между мужами возмужал, Но для него ещё ребёнок. Случится ли горесть, или беда, Или безотчётно иногда Сгрустнётся мне в моей конурке? Махну рукой, по старине, На сером волке, сивке-бурке, Он мигом явится ко мне, Больному духу здравьем свистнет, Бобами душу разведёт, Живой водой веселье вспрыснет, А горе мёртвую зальёт. Когда в задумчивом завете, Самим собой из-за угла, Гляжу на свет, И, видя в свете свободу глупости и зла, Добра и разума прижимку, Страстями свергнуты Закон, я слабым сердцем возмущён. Провор на шапку-невидимку На шар земной набросит он, Или в мгновение зеницы Чудесный коврик-самолёт, Он подо мной развернёт, И коврик тот в сады Жар птицы, в чертуги дивный царь-девицы Меня по воздуху несёт. Прощай, владения грустной были, Меня смущавшая досель, Я от твоей бездушной пыли Уже за три девять земель. Княгиня Зе А. Волконской На отъезд её в Италию. Из царства веста и зимы, Где под управой их двоякой, И атмосферу и умы Сжимает холод одинакой, Где жизнь какой-то тяжкий сон, Она спешит на юг прекрасный, Под авзанийский небосклон, Одушевлённый, сладострастный, Где в кущах, в портиках палат, Октавы тассовы звучат, Где в древних камнях боги живы, Где в юной чистой красоте Рафаэль дышит на холсте, Где все холмы красноречивы, Но где не стыдно может быть Герои мира властелины Ваш Капитолий позабыть Для Капитолия Каринны, Где жизнь игрива и легка, Там лучше ей, чего же боли? Зачем же тяжкая тоска Стесняет сердце по неволе, Когда любимая краса Последним сном смекает вежды, Мы полны ласковой надежды, Что ей открыты небеса, Что лучший мир ей уготован, Что славой вечной Светло, там заблестит ее чело, Но скорбный дух неуврачован, Груди стесненной тяжело, И неутешно мы рыдаем, Так сердце нашего кумир, Ее печально провожаем, Мы в лучший край и лучший мир. Смерть О, смерть, твое именование, Нам в суеверную боязнь, Ты в нашей мысли тьмы создание, Падением вызванная казнь, Непонимаемая светом, Рисуешься в его глазах, Ты отвратительным скелетом, С косой уродливой в руках. Ты дочь верховного эфира, Ты светозарная краса, В руке твоей оливы мира, А не губящая коса. Когда возникнул мир цветущий, Из равновесия диких сил, В твое хранение всемогущее Его устройство поручил, И ты летаешь над созданием, Забвенье бед везде лия, И прохлаждающим дыханием Смиряя бойство бытия. Ты февских братьев примирила, Ты в неумеренной крови, Безумной федры погасила Огонь мучительной любви. Ты предстаешь, святая дева, И со стывающих ланит Бегут мгновенно пятна гнева, Жар любострастия бежит. И краски жизни беспокойной, С их невоздержанной пестротой, Вдруг заменяются пристойной, Однообразной белизной. Дружиться кроткою тобою, Людей недружная судьба, Ласкаешь тою же рукою, Ты властелина и раба. Недоуменье, принужденье, Условия смутных наших дней, Ты всех загадок разрешенье, Ты разрешенье всех цепей. В альбом Альбом, заметить не грешно, Весьма походит на кладбище. Он точно так же, как оно, Всем отворенное жилище. Он также множеством имен Самолюбиво испощрен. Увы, народ добросердечный, Равно туда или сюда, Идет с надеждой жизни вечной, С боязнью строгого суда. Но я смиренно признаюсь, Я не надеюсь, не страшуся. Я в ваших памятных листах Спокойно ими помещаю. Философ я, у вас в глазах Мое ничтожество, я знаю. Конец стихов 1828 года. Читала Ксениум 5. Март 2015. Санкт-Петербург. 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 Санкт-Петербург.